Нам надо повернуть налево и идти в бойку. Река Бойка из фонтанки вытекает. Посмотрите, с левой стороны, на углу, на мосту, на набережной стоят люди. Сюда приходят, чтобы посмотреть на самую маленькую уличную скульптуру города. Нашего знаменитого Чижика-Пыжика. Этот теплоход пройдет, налево смотрите, и на углу, прямо на границей стенке, на маленьком виде стальчике, вы нашу знаменитую птицу и увидите. Смотрите налево, высоко глаза не поднимайте, смотрите на уровень глаз. Потому что это мало народу, обычно бросают сверху монетки, считается, если монетка не упадет в фонтанку, она в птицале останется, то человек и, несомненно, ждет удача. Но это сложно сделать, Чижик маленький, 11 сантиметров просто. Но он весит 5 килограммов, весит средневинской мифологии, и бог войны. Сейчас здесь парадок не проводят, но бои бывают, правда, не настоящие. Вот в следующую субботу, через неделю, здесь на Барсовом поле, будет бой подушкой. Я уже опустил ее. Причем, как ни странно, мероприятие согласовано с администрацией города. Так что приходите на бой подушками. С левой стороны небольшой павильон-присталь. Он появился здесь в конце дворца с администрацией, здесь тоже ансамбль. Посмотрите налево, в глубине сада, вы увидите парковый фасад Михайловского дворца. По знанию наверняка кому-то из вас известное. Оно ведь давно приближет Государственному русскому музею. Дворец строился для младшего сына императора Павла, Михаила. Отсюда название Михайловский. Так что не путайте, есть у нас в городе Михайловский замок, есть Михайловский дворец. Названия похожи. Издания разные. Слева страдает за деревьями великолепный храм. Храм воскресения Христова. Второго названия спас на траве. Построен был на берегу Екатеринского канала, на том месте, где был смертельно ранен император Александр II. Человек, конечно, трагической судьбы. А восемь попыток потушения на его жизнь было совершено. И последнее принесло ему смерть. Сначала на метод сертельного ранения поставили часом. Совсем не лучше. В виде сооружения уникальное. Трехколенный мост, который так любят молодожены, на котором даже Петра I с Екатериной можно увидеть. Посмотрите, какой мост интересный. Композиция из мостов, перекрывающих мостов и канал Грибоедова тремя пролетами. С одной средней обороны. Как только под мостом теплоход пройдет, сразу налево смотрите. Хорошо спас на траве будет виден. Наверное, вы обратите внимание на главную особенность этого храма. Его мозаичное убранство. Его очень долго строили. 24 года. А на реставрацию еще больше времени потребовалось. Почти 28 лет. И он это открыли не так уж давно. В 1997 году. В день яблочного спаса. 19 августа. С правой стороны одноэтажное желтое здание с окнами Аркадема. В плане оно имеет треугольную форму. Он называется круглым рынком. Так назвал его сам архитектор, очень известный джентом Акваренги. А рынок строился еще при Екатерине Великой. В таком году здесь работала 21 продуктовая лавка. С левой стороны протяженное здание, посады которого, в связи с проведением в нашем городе международного экономического форума, пытались затрагировать целиком, но не получилось. Не успели выйти только половину. Это бывшие придворные императорские конюшки. Они представились еще в 18 веке. Тогда главный посадь этого стена был обращен сюда, в сторону Мойки. А на Кополе была огромная фигура скачущего коня. Через пол лет решили, конечно, в классическом стиле перескровить. И тогда главный посадь в другую сторону повернула. На Кополе, на площадь. Подбойте по городу гулять, а кажется, с другой стороны этого здания сможете зайти в центр пластмассного подворного образа. Чем она известна? Именно в ней 1 февраля 1937 года, в 1837 году, отбивали пушками. Сейчас, конечно, в Белочеве, конечно, уже не предназначено. Здесь после реконструкции хотят открыть очередную гостиницу. Место-то золотое. Вообще, неофициально эта часть города, в которой мы с вами находимся, так и называется, золотой треугольник. Здесь очень дорогая земля. А при катерине релико в конюшнице держали 300 лошадей. Обслуживают, как даже, 500 человек. Здание императорских конюшен дает название двум улицам города. Большой и малой конюшеной. И нескольким мостам. Впереди большой конюшенный мост. Он не так уж велит, конечно, но у нас есть и малый конюшен. Подходим ближе, обратите внимание на то, как мост украшен. Но не ограда, безусловно красивая, сам мост называется конюшеном. А вот украшен вовсе не лошадены головами, бараньями. Вот почему на этот вопрос вам никто не даст ответы. Документы, упосящиеся архитектурного украинского моста, никаких с 19 века, к сожалению, не сохранилось. С правой стороны третье здание, за причалом светло-зеленое, сделанное пилястрами и изящим балконом. Это последний частный дореволюционный дворец города. Странился для миллионера, Семена Семеновича, обомене Клазарева. Кажется, небольшой. На самом деле, вправо, в глубину, уходит до следующей, в миллионной улице. Та звание, которая говорит сама за себя. И интерьер здесь поистине дворцовый. Сейчас особняк придвежит комитет по бескультуре из корпуса Санкт-Петербурга. В этой части старого города очень многое связано с именем Александра Сергеевича Пушкина. С левой стороны протяженность это желтое здание. Мой по 12. Здесь была последняя квартира Пушкина. Она занимала весь билетаж. От ворот до ворот. И люди сюда, в этот дом, смертельно раненого поэта привезли с дуэлем. На руку, вовне, слева только он. И положили в диван в кабинете. Конечно, и место дуэлем молния и носа распространилась по городу. Семеновича квартира все время толкнулся народ. Жуковский вывешивал на дверях букет на обилетение о состоянии здоровья поэта. Через два дня Пушкин скончался. Тогда в нехрологии Адольевский писал, что всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери. И всякое русское сердце будет растерзанным. Сейчас этот домик на Мойке 12-мемориальный музей квартиры Пушкина. Пойдете время, посетите, точно не пожалеете. Везете хорошие, причем совсем недавно обновленная экспозиция. Это филиал русского музея. Вас удовлетворенно соберетесь пойти и учтите во всех филиалах русского музея и в самом здании в основном. Выходим день вторник. Строю странную угловую здание, с балконами, дом номер 31. А здесь находилась квартира первого и единственного мэра города Анатолия Собчака. Об этом говорит им реальная доска на посаде этого здания. Так что Ксюша Собчак в свое детство, она не ранняя, школьное детство, провела именно в этом доме. А мы с вами попали в маленькую, но самую настоящую пробку. Вот эта стартая пробка у нас теперь бывает на воде. У него древо, сколько маломерных судов насчитывается в Петербурге 59 тысяч. Даже для такого большого 5-миллионного города как в Санкт-Петербурге все равно очень и очень много. Санкт-Петербург, конечно, хотел, чтобы каждый... Санкт-Петербург. Санкт-Петербург.